Наверное, первое осознание о важности издательского дома родилось в момент 91-го года. Придя на открытие Нижегородской соборной мечети, всем бесплатно раздавали буквально вот такой маленький листочек. Этот листочек содержал в себе написание суры Фатихи, его перевод и его транскрипция, соответственно, русскими буквами, кириллицей, текста Аль-Фатихи и перевод. Я, взяв этот документ, вернулся домой, выучил суры Фатиха. В 93-м году, когда я уже осознанно стал ходить в соборную мечеть, я видел, как обыкновенная нижегородская семья активистов Хусаиновы по фамилии Хусаиновы в домашних условиях смогли создать такое подпольное издательское дело. История издательского дома Медина восходит к середине 1990-х годов, когда на базе Духовного управления мусульман Нижегородской области проводились различные научные общественные мероприятия, и затем они описывались в виде научных сборников, в виде популярных брошюр, книг. Я стал преподавать в воскресной школе. Когда ты преподаешь в воскресной школе, у тебя первый вопрос, а по каким учебным пособиям вообще преподавать? А как вообще все это можно преподавать, когда нечего вообще ничего подержать, никаких книг? Ну, у меня уже опыт вот этой семьи Хусаиновы. Что я делаю? Я прошу свою маму купить печатную машинку, станок, и сажусь также за эту машинку, и начинаю набирать огромные тексты. Сур Корана, какие-то задания о жизни и описания пророка Мухаммада. Перепечатываю с редчайших книг, которые на тот момент оказались в моем распоряжении, догматику ислама. И наш благотворитель из села Медяны, Фаис Гельманов. Мы открыли, соответственно, воскресную школу при мечети Рашида. Это был очаг, очаг. Молодежный очаг, духовный очаг, культурный очаг. Было такое. Это самые прекрасные годы были, когда находился в Медрессе. Под управлением Дамира Хазрата. У него были впереди все, он мозговал, открывал газеты у нас было, допустим, Медина, еще что-то вот такие мероприятия. Не только что, допустим, у нас обучались студенты, шакирды, обучались и имамы. И вот самые первые книги начал их ксерокопировать. Такая, опять же, своя самоиздательская деятельность, которые необходимы были для учебного процесса. Ну, понятно, постоянно кончалась краска. Эта техника выдыхалась уже очень быстро. Я обратился к Файзову Драхманову и говорю, нужно купить типографский станок. Это серьезно увеличит наши возможности издавать более серьезную литературу. Он, особо не вникая, быстро выделил 210 тысяч рублей. На тот момент это были 7 тысяч долларов. Очень значимая сумма. И вот этот типографский станок, он был первым прообразом, таким началом зарождения такого более масштабного типографского дела. И поэтому название нашего издальского дома и Медина, оно и берет свое начало от истока приобретения этого типографского станка. Село Медена, Краснотябрьского района Нижегородской области, Фаиз Гельманов, который внес свой первый значимый вклад вот в это типографское дело. Поэтому Медена переименовали Медина. Несмотря на то, что издальский дом официально был зарегистрирован в 2008 году, но его деятельность по факту началась несколькими годами раньше. Начиналось с того, что по сути дела, когда в Нижнем Новгороде началась складываться такая полувиртуальная площадка исламоведческая. Почему говорю полувиртуальная? Потому что значительная часть из этих людей на этой площадке проживали в других городах. Кто-то в Москве, кто-то в Казани, кто-то еще где-то. Костяк издательского дома Медина – это люди, которые изначально мусульмане, изначально имеющие исламские знания, не исламоведческие, а исламские знания. У них уже базовые восточные языки, как правило, арабские, как правило, татарские, языки других мусульманских народов, в том числе и на арабской письменности. Вот это вот группа, которые изначально выходцы из этой же самой среды, связанные с этой же самой средой, что очень важно. В 90-х годах вот эта тема, какой ислам, по какому пути мы будем идти, она была очень популярной. Мы для себя изначально выбрали, обозначили путь, что это продолжение традиции, на которой мы застали предшественников в лице Марджани, в лице Фейсхана и вот этих великих наших ученых. И тогда мы поставили для себя цель поднять деятелей наших мусульманских, прежде всего, конечно, классическое татарское богословие, это 19-е начало 20-го века, это Марджани, это Хусаин Фейсханов, это Боруди, это Резафа Хредин. Имени каждого из них посвящены соответствующие чтения, потому что те ключевые идеи, которыми мы пользуемся и сейчас, заложены были именно они. То, что мусульмане должны быть равными гражданами свободной России, то, что наша страна должна перейти от суверенитета монарха к суверенитету народа, и то, что люди должны быть равны независимо от религии, независимо от национальности и независимо от пола. Мы являемся продолжителями той традиции, которую заложили наши отцы-реформаторы, грубо так назовем, в лице Курсави, Марджани, Хусаина Фейсхана и последующих Фахредина, Мусы Джаруллаха Бегиева. Вот эта традиция, которая известна для нас как джедедизм, джедедизм, обновление, она была якорной, в конце концов. Все наши муфтии, которые на сегодняшний день исполняют обязанности муфтиев, они вышли из этой традиции через Советский Союз. КОНЕЦ Значительная часть новейшей богословской школы, российской, мусульманской, это то, что называется обновление, это джедедизм, и он заложил основу теперешнего европейского ислама, как бы к нему не относиться. Мы, в общем, оказали, эти люди оказали большое влияние на то, как ислам развивается сегодня во всем мире и в диалоге культур. Так что я думаю, что мы должны гордиться, что вот эти наши предшественники, они, в общем, воздали им по заслугам, и мы вернули их работы в такую активную жизнь в мировой мысли вообще, в мировой религиозной мысли и в мировой мысли в диалоге культур в целом. Любой научный труд основывается на источниках. Эти источники хранятся в библиотеках, архивах, музеях, и только с использованием этих источников, источников и введением их в научный оборот, подготовки на их основе учебных пособий, можно говорить о подготовке полноценных специалистов. Я хотел бы сказать о том, что издательский дом Медина, который сейчас отмечает в этом году 15 лет со дня своего основания, вносит большой вклад в эту работу. Поэтому запустили соответствующие серии. И задача, она очень простая. Полное эпистолярное наследие того или иного автора подарить современным читателям. Когда мы говорим, что того же Хусаина Фаисханова в следующем году юбилей, 200 лет, для нас, для мусульман очень важно, чтобы широкая общественность, научная, академическая и не только мусульмане могли вообще понять, а кто такой Фаисханов, какова его роль и место. Вот я вот в качестве примера приведу. В течение целого года мы работали, это ряд сотрудников, работал со всеми известными нам каталогами российских востоковедов. Начиная от изданных и неизданных. Как, например, каталог первого директора Азиатского музея Френа, потом Дорна, академика Дорна, Халидова, Дмитриевой. И мне Институт Восточных Рукописей любезно предоставил в течение целого рабочего дня проработать все эти 45 рукописей. С самого начала мы поставили задачу, с одной стороны, не опуститься до языка площади, не опуститься до толпы, а с другой стороны, мы поставили задачу, что то, что мы говорим, должно быть понятно. Должно быть понятно верующим простым, должно быть понятно, самое главное, учащимся. Всегда мы старались, где бы мы ни проводили мероприятия, это касалось и Нижнего, и Казани, и Уфы, и Екатеринбурга, и Ростова. Сейчас уже начинается кампания, связанная с сибирскими городами. Естественно, эти две наши столицы, Москва и Петербург, мы старались общаться с учеными, мы старались общаться со студентами, и мы старались, чтобы те наши идеи были понятны. Это было для нас, в общем, каким-то таким большим открытием, во-первых, что в Нижнем Новгороде есть вот такой издательский дом, во-вторых, что там собирается, мы уже это почувствовали, что собирается такой мощный интеллектуальный кулак, вот издательский, просветительский, который, с одной стороны, работает, конечно, на мусульманство, на мусульманскую уму, на просвещение в религиозной сфере, но не только, потому что и Дамир Ходрат, Мухеддинов, одновременно и большой религиозный деятель высокого класса, высокого полета, и, с другой стороны, он академический человек, он всегда и преподавал, и много писал, он очень много пишет, очень много работает, его работы где-то находятся на стыке религии, науки, востоковедения, истории, политики. Это вот философия, это такой, в общем, я считаю, человек очень широких способностей, возможностей, большого такого драйва в той сфере, в какой он работает. И вот я это сразу оценил, мы как-то очень быстро подружились и стали работать в этой сфере. Мы как-то ему, может быть, помогли даже тем, что подсказали ему, какие кадры там могут быть новые. Мы опубликовали ряд наших работ, и я вот горжусь тем, что одна из моих книг была опубликована, издательство «Медина». И мы это начали где-то в конце 80-х, в начале 90-х годов. Уже в ранние 90-е годы нам было ясно. «Невозможно представить интеллектуальное возрождение ислама в России вне достижений классического академического востоковедения». Я обратился к уважаемым профессорам Наумкину, Мейеру, Фролову и другим, и они с большой готовностью откликнулись и стали нашей поддержкой. Сегодня одной из площадок, которая объединяет богословов и светских ученых, является издательский дом «Медина». На его книгах «На наших глазах» происходит становление нового поколения российских имамов, интеллектуалов, богословов, то есть теологов. «Возрождение исламской мысли в России». Вот эту книгу стартовала с работы Муфтии Шейха Равили Гайнудина. По сути дела, он единственный из российских мусульманских богословов, тому, кому за 60 представители той волны, бухарской волны, кто на регулярной основе готовит научные труды, публикует их. И эти научные труды используются в педагогической деятельности в рамках медресе, институтов, воскресных школ. И они востребованы широкой аудиторией, широкой массой людей. Когда произошло такое возрождение ислама в России, и в нем, в этом возрождении, издательский дом «Медина» сыграл огромную роль. И то же самое можно сказать о нашем сотрудничестве с Муфтиятом во главе с шейхом Равилием Хазратом. И я думаю, что вот эти вот две линии сотрудничества по линии шейха Муфтия и по линии сдательского дома «Медина» это то, что обогатило наше исламоведение, наше востоковедение. Я считаю, что мы делаем по большому счету одно дело. Мы просвещаем наш народ, каким бы конфессиям он не принадлежал, какую веру он бы не исповедовал. Я думаю, что вот эта консолидация на основе взаимопонимания, терпимости, стремления понять друг друга и жить вместе, это ключевая линия, которая прослеживается и в работах лидеров мусульманского ума России в лице Равиля Хазрата, Дамира Хазрата. И мы, как востоковеды, вместе с ними делаем то же самое. И также очень важно нам в рамках российской традиции показать воссоздание отечественной богословской школы. Ведь воссоздание отечественной богословской школы, с одной стороны, подразумевает обращение к опыту, к старому, к предыдущему, об этом я уже сказал. А что современность? Государство вкладывало значительные средства для подготовки специалистов с углубленным изучением истории культуры и ислама. То есть, казалось бы, коллеги, вот мы вложились, государство вложилось. Где продукт итоговый? Государство хочет видеть итоговый продукт. И мы показываем, вот выпускники, а где научные исследования? Вот, пожалуйста, журнал из там современном мире. Видите, они регулярно печатаются в научном ваковском журнале. Они являются переводчиками, редакторами, корректорами. А вот их первые работы. Да, первые работы, они простые. Это сборник проповедей того или иного молодого выпускника. Сборники его докладов, сборники его статей. И уже начинают формироваться уже не просто сборники, а какие-то цельные работы. Будучи, в принципе, издательским домом, ориентированным на то, чтобы издавать мусульманские книги для мусульман, он при этом издает книги академические. И мы все с удовольствием этими книгами пользуемся. Я думаю, что все то, что за столько лет уже сделано этим издательством, издательским домом, хороший пример того, как должно на самом деле взаимодействовать. Это академическое сообщество, духовное образование, простые верующие, руководство общины. Вчерашние молодые выпускники, я вижу их работу, вижу их труд. То есть вот этот процесс эволюционной становления, эволюции издательства, он как бы на глазах, и меня уже радует, что огромное количество самих мусульман втянуты в этот проект. Но это нисколько не мешает нам продолжить наше сотрудничество с представителями других религиозных традиций, культур, привлекать их к нашему проекту. Поэтому, как всегда, вот эта традиция, преемственность в лице таких аксакалов, как Михаил Борисович Петровский, наш академик Наумкин, академик Петровский, член Кор Фролов, Смирнов, они все принимают участие в подготовке наших изданий, где-то выступая рецензентами, где-то редакторами, где-то просто научными консультантами, где-то авторами тех или иных статей. Поэтому вот эта связь времен, поколений, разных школ. Вот издательский дом Медина, на мой взгляд, его в какой-то степени некая уникальность, то, что он смог объединить необъединяемое. Начиная с 2007 года издательским домом Медина реализуется проект энциклопедических словарей Ислам Российской Федерации. Это были региональные издания, цель которых заключалась в том, чтобы описать историю и современность развития ислама в том или ином субъекте Российской Федерации. И пространственно мы постарались, в общем-то, вроде бы затронуть всю территорию страны, снизить количество белых пятен. Ну, полностью мы их не убрали. Но, по крайней мере, регионы освещены всех. История ислама представлена во всех регионах страны. В общем, это очень крупный научный проект, который по праву следует отнести к достижениям издательского дома Медина, с одной стороны, и Духовного управления мусульман Российской Федерации, поскольку проект реализуется под эгидой этого Духовного управления мусульман. И, конечно, следует добавить о том, что все тома и сводный том финансируются, в том числе, фондом поддержки исламской культуры, науки и образования. Классика ислама, она понятна. Классику ислама ты берешь любую книгу, она есть в доступе, ты ее можешь перевести, можешь осмыслить. А вот что совокупно это все осмысляет и дает какие-то новые рецепты для того, что не имело места быть в прошлом. Ведь задача любого правоведа это дать ответ на вызовы современности, которые, ответы на которых ты не можешь найти средневековых книг по фикху. Один из таких краеугольных наших проектов. Перевод Корана, Тафсир Корана Абдуллы Юсеф Али. Это богослов XX века, и поэтому его комментарии к Корану, так же, как и его перевод, очень актуален. И, ну, скажем, на голову превосходят средневековые Тафсиры, потому что понимание священного текста всякий раз в истории меняется и должно идти вровень с уровнем цивилизационного развития. Я для себя поставил задачу. Если российско-мусульманская богословская мысль хочет быть передовой, передовой, для того, чтобы быть передовой, необходимо осмыслить то, что происходило последние несколько сот лет. И так же мы пытаемся как бы отследить общую мировую тенденцию, линию. Вот сейчас на уровне президентов, королей мусульманских стран активно обсуждается тематика вообще как обновленчество, модернизм. Почему исламский мир оказался в таком положении? Как в светском государстве учитывать нормы шариата и нормы, допустим, светского законодательства? Вопросы там хиджабов, вопросы халяль-питания, понятие светского государства и так далее, так далее, так далее. Очень много. Кто этим исследует? Невозможно ответы на эти проблемы найти у средневековых авторов. Поэтому это огромное наследие так называемых модернистов и неомодернистов, которые уже не просто живут в арабских странах и являются частью исламского мира, продуктами исламского мира. А это люди с мусульманским прекрасным образованием, они богословы, но при этом освоили западные какие-то культуры, западные науки, тоже философию, психологию, социологию, антропологию и работают в ведущих университетах западного мира. И вот это церия Ислахва Тадждид, которая подразумевает публикацию 40 авторов 19, 20, 21 века. Еще одно очень важное достижение, о котором следует сказать, это восьмитомник хадисов пророка Мухаммада, салалава алисалям. То есть, как известно, Сунна – это второй источник ислама. И вот нам удалось совместно с коллегами из турецкого дианата, то есть управления по делам религии Турецкой Республики, перевести на русский язык 8 томов хадисов, взаимоотношения с людьми других религий. И все, что говорил пророк, все, что он делал, все, что подтверждается Кораном, и то, что логически соответствует поступкам и пророка Мухаммада, салалава алисалям, и его сподвижников, и на данный момент это совершенно укладывается в тот постулат, что ислам – это религия мира, вот все это включено в соответствующую главу. И поэтому хадисы подобраны по тематическому принципу, а не по средневековому принципу, как это делалось раньше. Субтитры создавал DimaTorzok Кроме авторов, естественно, мы привлекаем и художников, и разработчиков интернет-сайта, разработчиков 3D-музея. Кстати, вот к юбилейному году, к 15-летию издательского дома Медина, у нас запланирован запуск 3D-музея, где будут экспонироваться все те картины из частной коллекции издательского дома Медина. Таким образом, разные специалисты по всей России и за рубежом могут работать онлайн, поэтому мы максимум пользуемся этими возможностями. Задания, которые получает художник, непосредственно связаны с исламом в России, с личностями, которые вносили вклад в развитие ислама и образование, мусульманского образования в России. Поэтому действительно эти задачи стоят не спонтанные какие-то, а действительно они глубокие, со смыслом. Наша задача, как издательство, ввести в российский дискурс научный, образовательный, академический исламскую повестку дня. Когда там, изучая русскую литературу, ты будешь знать, что у Пушкина есть подражание Корана, у Толстого есть Хаджи Мурат, у другого Бунина есть Ночь Алькадра, что, оказывается, русская поэзия, русская философия в лице Соловьева и других авторов, она также тяготела к исламу. Для нее ислам не был чем-то чужеродным. Вот наша задача ознакомить хотя бы научно-педагогические слои населения педагогов, что вот эта мусульманская составляющая, она характерна для России. Российские мусульмане не гости, они автохтонное население, у которых за спиной 1400 лет существования в этой стране, когда еще этой страны под названием России не существовало на политической карте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok